Всем огромный-огромный привет! Сегодня мы опять ходили за хлебом, но хлеба мы не купили, купили лаваш. Так как я стараюсь хлеб не есть, все же, а бывает хочется, надо чем-то завтракать. На завтрак можно съесть все, что угодно. Поэтому берем вот такой лаваш, заворачиваем сюда либо вареную курицу на завтрак, либо просто мажу каким-то, какой-то намазкой. Итак, взяли вот такой лаваш, заходили в магнит и в пятерочку. Сейчас вам все покажу, расскажу. Лаваш стоит 43 рубля 90 копеек. Кстати, намного дороже, чем он стоит в Ашане. Вот такие вот цены. Можете посмотреть, кому интересно. Вот так все вам покажу, расскажу. Лаваш стоит 43 рубля 90 копеек. Еще в магните взяли соевый соус у меня закончился. Взяла на этот раз такой, ни разу не брала. Просто нужно соевый соус, люблю в нем мариновать. Был недорогой, он в стеклянной бутылочке, что меня удивило. И стоил всего 28 рублей. Заходили еще в магазин пятерочка. Взяла вот такие котлеты. Это зразы с сыром. Такие уже брала. Мне очень нравится. Когда не хочется готовить вечером, просто беру такие котлеты, прихожу, бросаю на сковородку и жарю. Зразы в пятерочке стоили... В общем, мне вот эта упаковка вышла на 169 рублей. Здесь 600 грамм. Сейчас мы их бросим с вами на сковородку и пожарим. Поставила уже отварить чуть-чуть картошки. Также включила масло. Сейчас оно немножко раскалится. И мы сюда с вами выложим котлетки. Выложила зразы на сковородку. Вот так у меня получилось. И будем жарить до готовности. Я, конечно, сама приверженец того, чтобы все же делать котлеты самой. Но когда после работы вечером приходишь усталая, конечно же, хочется по-быстренькому что-нибудь закинуть на сковородку и быстренько это съесть. Поэтому ничего страшного, если там, например... У меня, кстати, давно уже не было таких котлет. Вот, если раз в полгода купить, пожарить такие котлеты, я думаю, ничего плохого от этого не будет. Тем более мы сегодня приехали очень поздно. И котлетки, на самом деле, очень вкусные. Они не замороженные. Еще в магазине Магнит мы купили вот такую вот сайру доброфлотовскую. Она очень-очень вкусная. Безумно мне нравится. Сейчас мы ее откроем вместе с вами. Попробуем. Я вам покажу. Кто сомневался давно, покупать или нет такую сайру, что там внутри. Мы с вами вместе посмотрим. И вы уже решите для себя, брать ее или не брать. Сайра была по 93 рубля. Без копеек. Вот такая сайра. Откроем, посмотрим. Еще в Магните взяла себе вот такие вафли венские. Тоже мне очень нравятся. Мягкие вафли со взбитыми сливками. 32 рубля 90 копеек они стоили. Это тоже на завтрак. Печенье вот такое заветное с начинкой апельсин. Оно как бы идет шоколадное и внутри бисквитное. Печенье мне напоминает больше какое-то такое песочное печенье. Тоже было достаточно недорогое. 39 рублей на завтрак на утренний. В магазине Магнит взяла свою обожаемую гату. Как же я ее люблю. Просто безумно. Это слоеное печенье с кунжутом. Оно такое сладенькое, посыпанное с кунжутом. Очень вкусное. Когда я хожу в магазин Магнит, я всегда стараюсь брать себе, полакомиться вот такую гату. 59 рублей 90 копеек. Она без скидки стоила. Иной раз в Магните она бывает со скидкой и стоит гораздо дешевле. Но даже без скидки она мне нравится. И я ее беру и очень сильно люблю. Зашли рядом с Магнитом в магазин Избенка у нас есть. Там очень хорошее молоко. Вот такое молоко 3,4,6. Это отборное молоко. 52 рубля. Нравится мне у них молоко. Берем, когда там бываем. И, конечно же, кефир за 50 рублей. Однопроцентный. Все свеженькое. Сегодняшнее первое число. Сегодня 1 августа. И все такое свежее. Кефир у них тоже достаточно вкусный. Взяли на этот раз однопроцентный. Так, надо смотреть еще за котлетами, чтобы они ни в коем случае не сгорели. В пятерочке взяла себе свои любимые сырки. Вот от этой фирмы. Опять они были по акции. Когда вижу по акции, то всегда их беру. Со сгущенным молоком. В молочном шоколаде и в темном шоколаде. Это мои любимые сырки. Были в пятерочке по акции в 35 рублей. 35 рублей 90 копеек. Ну, я беру. Они на самом деле очень вкусные. Тоже стараюсь. Их в основном есть на завтрак. Также в пятерочке набрали огурцов. Огурцы были не особо хорошие. По 64 рубля 90 копеек на 41 рубль. Набрали таких огурцов. Покажу вам чек из пятерочки сразу. Вот такой. Так. Вот столько мы взяли в пятерочке. Даже была у нас скидочка почему-то 84 рубля. Это может быть, наверное, даже за сырки. Или за... А, за молоко. Сейчас вам все расскажу. Так. Молоко в пятерочке. Домик в деревне. Было по хорошей акции. При покупке 1 плюс 1, вот так. При покупке 2 молоко. Это было по 42 рубля 15 копеек. Это очень-очень дешево. Потому что в других магазинах, домик в деревне, на самом деле очень дорогой. Еще мне нравится в нем вот такая пимпочка. Всегда можно молоко закрыть. Дальше еще взяли в пятерочке, конечно же, минерал. А, это даже не в пятерочке. Это в магазине магнит. Мы взяли Эдельвейс. Я уже даже забыла. Эдельвейс был по... Так, сейчас вам расскажу. По 24 рубля 90 копеек. Недорого. Взяли две бутылочки вот такие. Все. На этом покупочки все наши закончились. Так пробежались. Просто совсем-совсем чуть-чуть по магазинам. Сейчас будем открывать с вами Сайру. Кушать котлеты и делать салат. Так, перевернула я уже котлеты. Вот такие они красивые, золотистые получаются. Смотрите, не ставьте их на большой огонь, чтобы не сжечь. Так, котлеты на самом деле очень вкусненькие. Сейчас поджарю их на этой стороне и накрою крышкой. И немного потушу, чтобы они прожарились в серединке. Так, сейчас откроем, разольем вот такой кефир. Кефир достаточно жидкий такой, без комочков. Мы уже в избенке кефир не раз брали. Он довольно такой вкусный. Вот такой кефир. Если увидите, возьмите обязательно попробовать. Может вам тоже понравится. И сейчас откроем Сайру. Вот такую доброфлотовскую. Из магнита. Покажем вам, что там за такая Сайра. Давай открывай, чтобы все видели, что мы ее только открываем и не подложили. Вот такая классная Сайра. Вот такая классная крупная Сайра. Мы ее так любим больше, чем шпроты. Она, кстати, копченая, да? Что там написано? Сайра копченая. Запах изумительный. Сейчас мы выложим ее на тарелочку и вам все покажем. Такие вот огроменные просто куски Сайры. Тут всегда бывает либо, да, либо три целых красивых, либо иной раз они химичат и кладут мелочь какую-то. Так, сейчас покажу вам. Вот такая вот красивая рыбка. Если хотите полакомиться шпротами, купите себе вот такую подкопченую Сайру. Очень и очень вкусная. Вот такой у нас вкусный ужин получился. Вареная картошка и котлетка. Вот так она пожарилась красиво до золотистого цвета. Такой у меня будет сегодня вкусный-вкусный ужин. Я поджарила еще себе два кусочка баклажана и немножко грибочков. Так что, кто сейчас ужинает, всем приятного аппетита. Спасибо, что были со мной, что заходите ко мне в гости на канал. Такая у меня маленькая-маленькая вот тарелочка сегодня на ужин. Всем спасибо. Не забывайте заходить в мой инстаграм, смотреть свежие фотки. И до свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok